всем привет мы сегодня с вами разберем что такое непрерывность функции в точки и разберем какие бывают точки перегиба у нас и вообще всевозможные тоже задания порешает на непрерывность функции вузовских программах тоже очень часто бывают задания и поэтому я включил их обязательно в свой курс да сразу скажу что тут как принципе везде ничего прям сложного нету так давайте начнем с определения что такое непрерывность функции точки функция называется непрерывной точки если существует предел в этой точке и этот предел равен значение функции в этой точке то есть смотрите предел f от x при и стремящемся x нулевому равняется f от x нулевого еще раз повторю функция называется непрерывной функции в точке x нулевое если существует вот этот весь предел в точке x нулевое да и этот предел равен функции в этой точке вот то есть ничего сложного так теперь давайте сразу какие у нас бывают точки разрыва так точки разрыва у нас внутри как на полночном чертить это ось x это ось y например вот в нашей точке x нулевое например функция шла вот так и бас тут какой-то разрыв произошел до точки x нулевое и как-то дальше вот так то что то есть мы получаем с вами что в x нулевое левее да то есть f от x нулевое минус 0 записывают не равен f от x нулевое плюс 0 то есть у нас тут произошел скачок понимаете вот и когда у нас вот вот это выполняется то есть два крайних два не крайних два односторонних предела не равны между собой по-другому это можно записать как предел f от x при стремящемся x нулевое минус 0 не равен пределу f от x при стремящемся x нулевое плюс в этом случае у нас . разрыва первого рода . разрыва первого рода понятненько думаю да теперь давайте все это мы усвоили да теперь допустим у нас вот это у нас вертикальная асимптот допустим у нас левый односторонний предел уходит в минус бесконечности а правый плюс до бесконечности если хотя бы один из этих да то есть допустим вот эта функция могла бы где-то вот здесь да быть у нас конкретное числовое значение имеет а это у нас в минус бесконечности то есть если хотя бы хотя бы один из вот этих односторонних пределов то есть f от x нулевое минус 0 или f от x нулевое плюс 0 равен у нас бесконечности плюс или минус без разницы то в таком случае вот этот разрыв точке x нулевое называется . разрыва второго рода в точке разрыва первого рода у нас имеется какой-то скачок понимаете скачок это называется а тут у нас дисконечность куда-то уходит так с этим разобрались еще у нас бывает точка устранимого разрыва давайте сейчас на графике мы посмотрим что это такое например у нас было графику такой вот такой вот в точке а x нулевое у нас выкололка то есть не существует в этой точке а допустим существует где-то допустим ниже или может быть выше наоборот в точке x нулевое то есть у нас односторонние пределы по сути равны да то есть у нас f от x нулевое минус 0 равен f от x нулевое плюс 0 но это у нас не равно в самой точке в самой точке не равен и это называется точка устранимого разрыва точка устранимого разрыва еще раз давайте сразу запоминаем на всю жизнь если у нас конечные значения да но разные они то есть односторонние пределы у нас не равны между собой то это точка разрыва первого рода если у нас хотя бы один могут оба но если хотя бы один равен бесконечности то это точка разрыва второго рода а точка устранимого если у нас односторонние пределы равны между собой но в самой точке сама функция имеет какое-то другое значение то это точка устранимого разрыва все надеюсь запомнили давайте сразу перейдем к примерам и будем на примерах уже разбирать самый распространенный пример на непрерывной функции вот такое дают практически во всех вузах первое f от x равняется у нас x в квадрате x меньше нуля x x у нас от нуля до единички тут у нас минус x в квадрате плюс 4x минус 2 x от единички до 3 или 1 деленное на x минус 3 x больше 3 так давайте во первых как решаются такие задания у нас есть крайние точки да в данном случае это у нас 0 единичка 3 вот в этих точках мы сейчас и будем исследовать задание у нас исследовать на непрерывность функции поехали значит исследуем мы следующим образом пишем предел наш наша функция f от x при x стремящемся 0 тут же у нас как бы левее она 0 минус 0 левее у нас x квадрате поэтому вместо этого x квадрата вместо f от x мы записываем x квадрате x стремится 0 минус 0 тут уже минус 0 не пишется просто 0 в квадрате 0 в квадрате даст 0 дальше находим предел уже 0 плюс 0 а плюс 0 это уже вот в этой точке то есть пределы f от x при x стремящемся 0 плюс 0 мы имеем вместо f от x теперь пишем x x стремится 0 плюс 0 то есть будет 0 теперь смотрим что у нас происходит 0 минус 0 дает 0 0 плюс 0 тоже дает 0 то есть в точке x равной 0 у нас разрывов нет в этой точке у нас функция непрерывно теперь в точке единички давайте проверяем f от x при x стремящемся 1 минус 0 да 1 минус 0 это опять мы x подставляем левее да как будто бы предел x x стремится 1 минус 0 минус 0 мы пока уже не пишем то есть вместо x подставляем единичку получаем 1 дальше предел теперь при x стремящемся 1 плюс 0 а 1 плюс 0 это уже у нас вот это значение вы представляете то есть будет минус x квадрате плюс 4x минус 2 и подставляем единичку да 0 плюс 0 уже не подставляем получаем минус 1 плюс 4 на 1 на 1 минус 2 4 тут минус 3 будет 1 смотрите мы опять получаем в точке 1 функцию функция равна и слева и справа 1 то есть опять у нас разрыва нету а допустим так ладно ничего не допустим то есть опять разрыва нету давайте теперь проверим в точке 3 до да при x стремящемся 3 минус 0 при 3 минус 0 мы вот эту функцию все подставляем предел минус x квадрате плюс 4x минус 2 при x стремящемся 3 минус 0 вместо x 3 подставляем будет минус 9 плюс 12 минус 2 то есть единичка и еще нужно подставить 3 плюс 0 а вот здесь что-то поинтереснее да уже будет x 3 плюс 0 получаем предел 1 делить на x минус 3 при x стремящемся 3 плюс 0 если мы тут подставим 3 плюс 0 то это будет у нас 3 плюс 0 минус 3 то есть 3 и минус 3 у нас уничтожили и получаем 1 плюс 0 а любое число разделить на 0 будет бесконечность но у нас еще плюс 0 поэтому будет плюс бесконечность помните хотя бы один из из односторонних пределов равен бесконечности мы имеем точку разрыва второго рода то есть x равное 3 разрыв второго рода угу вот мы по сути исследовали нашу функцию еще в этих заданиях просят всегда начертить график практически всегда давайте начертим так смотрим когда x у нас меньше 0 у нас парабола получается вот мы параболы нарисуем это у нас x равное 0 да когда у нас x равен от 0 до 1 допустим вот это 1 будет то есть у нас разрывы нету да и вот у нас такая прямая появляется тут тоже единичка да у нас вот прямую начертили дальше у нас у нас уже вторая парабола да в точке 1 это парабола у нас дает тоже 1 разрыв а это в тройке да да ну вот тоже 1 дает так а в тройке она у нас дает тоже 1 то есть у нас во первых это у нас парабола тут у нас знак минус 1 да то есть парабола убывающая так 2 и 3 и там и там 1 да у нас так еще раз давайте проверим в тройке минус 9 12 минус 9 3 3 минус 2 1 1 то есть скорее всего двойки где-то у нас вершина да то есть и тут и тут у нас вот так вот такая у нас парабола да тут теперь у нас в тройке справа да у нас вот это гипербола x минус 3 у нас в плюс бесконечность уходит плюс бесконечность где-то здесь у нас это в тройке да то есть у нас будет как бы она вот до бесконечности приближаться будет но никогда не пересечет вот эту асимптоту асимптота x равная 3 то есть какая-то вот такая будет то есть как раз в нуле у нас разрыва нету в единичке разрыва нету а в тройке у нас разрыв второго рода еще раз повторю никогда не пересечет эту бесконечность вот это один из основных примеров сейчас мы разберем еще несколько примеров на красной непрерывной для закрепления всеразличные будут так 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 давайте следующий пример допустим у нас ну подобный давай это этому же примеру например у нас будет есть степени x при x меньше нуля да потом у нас допустим x квадрате минус 1 0 меньше равно x на меньше допустим 2 и и например и 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 стремящимся 0 минус 0 то есть мы подставляем вот эту функцию есть степени x при их стремящемся 0 минус то есть это будет минус 0 мы как бы убираем данном случае будет е в нулевой а любое число в нулевой степени это единичка теперь предел при x стремящемся 0 плюс 0 а плюс 0 это значит вот эту функцию дома представляет x квадрате минус 1 x стремится 0 плюс 0 0 минус 1 минус 1 слева у нас равняется плюс 1 а справа у нас равняется минус 1 то есть односторонние пределы у нас имеют разное значение значит . x равная 0 разрыв первого рода когда разрыв первого рода обычно еще пишут скачок скачок в данном случае чему у нас равен у нас минус 1 это одно значение отнимают какое-то второе почему я под модулем записал потому что скачок не может быть отрицательным минус 1 до минус 1 минус 2 будет 2 или я мог наоборот от единицы от единицы отнять минус 1 все равно бы получился скачок равен 2 неважно снизу снизу вы отнимаете вверх или вверх отнимаете отверх отнимаетесь из разницы так все это мы в нуле да сейчас в двоечки будем исследовать предел f от x при x 3 мячемся 2 минус 0 пишем предел значит 2 минус 0 у нас вот здесь да то есть это мы подставляем x квадрате минус 1 x 3 мячемся 2 минус 0 в минус 0 мы не доставляем получаем 4 минус 1 или равняется 3 далее предел f от x при x 3 мячемся 2 теперь плюс 0 то есть вот эту нашу функцию 1 деленное на x при x 3 мячемся 2 плюс 0 то есть получаем одну вторую то есть односторонние пределы у нас конечные и разные сами по себе значит x равное 2 скачок ой скачок что я пишу разрыв первого рода а вот уже скачок у нас от трех отнимаем одну вторую или одну вторую отнимаем трех под модулем пишем 1 минус 1 2 будет у нас 5 вторых еще смотрите на сами функции у нас тут деление на 0 до есть мы должны еще исследовать где у нас происходит деление на 0 по области определения но почему мы тут не исследуем вот эту функцию определения на 0 потому что она у нас существует 3x больше или равных 2 а в нуле у нас вот этот график вот здесь же равно нулю здесь нуле мы вот этот исследуем поэтому нуле мы не исследуем но на это тоже нужно обращать внимание так исследовали мы на непрерывность мы имеем две точки разрыва первого рода точки 0 и в точки 2 то есть вся наша функция всюду непрерывно кроме 0 и 2 или это можно еще записать у нас непрерывно при x принадлежащим от минус бесконечности до 0 или знак от 0 до 2 или от 2 до плюс бесконечности вот это у нас область непрерывность так давайте построим график так при x меньше нуля у нас экспонент А в нуле она дает нам единичку. А дальше эта экспонента приближается до бесконечности к оси ОХ. Вот единичка у нас. В точке 0 у нас минус 1. У нас парабола Х квадрате минус 1. В точке 0 минус 1, да? То есть вот тут минус 1. Так, еще важный момент. Вот тут мы должны не закрашивать, а делать круглую. Потому что у нас строго меньше нуля. А тут, вот тут у нас равно нулю. Поэтому тут я закрашу. А тут я выклюю такую точку. Так, в точке 2. В точке 2 у нас равняется 3. Раз, два. Раз, два, три. Так, то есть мы получаем. И в точке 2 у нас тут строго, да? То есть тут мы тоже выкалываем. Так, у нас тут в точке 2 одна вторая. Одна вторая это вот здесь. Тут мы уже закрашиваем, да? И это у нас гипербола. Она до бесконечности приближается тоже к оси ОХ. Вот мы и построили с вами играть. Так, давайте к следующему примеру перейдем. Третий, да? Так, f от х равняется х в кубе. плюс 1, деленное на х в квадрате минус х минус 2. Нужно исследовать на непрерывность эту функцию. Давайте попробуем. Во-первых, у нас тут деление, да? Х в квадрате минус х минус 2. По области определения на 0 делить нельзя. Х в квадрате минус х минус 2. Равняем к нулю. Найдем дискриминат. Будет 1 минус или плюс 4 на 2. Вернее, минус 4, да еще минус 2. Поэтому минус на минус даст плюс. Дискриминат будет равен 9. Х первое, второе находим. Минус b минус на минус даст плюс 1. Плюс-минус корень из дискриминанта. 9 это 3 в квадрате, поэтому 3. И делим на 2. Первый, значит, у нас корень. 1 плюс 3, 4. Пополам 2. Второй корень. 1 минус 3 минус 2. То есть минус 1. Давайте посмотрим. Найдем предел как раз. Предел х в квадрате плюс 1 деленное на х в квадрате. минус х минус 2 при х стремящемся к двойке, да, пусть будет. К двойке, если мы подставим, давайте 2 плюс-минус 0. Вот так еще обозначает. Сразу односторонние пределы находят. Во-первых, в начале в числитель двойку подставим. Будет 9, да. А тут у нас, давайте за новую еще запишу. х в квадрате плюс 1 деленное на... Во-первых, мы же помним, до этого знали, что ах в квадрате плюс бх плюс с можно разложить как х минус х первый корень, умноженный на х минус второй корень. Вот, это мы сейчас разложим как раз по этой форму. х1, х2 есть. Вместо а мы выносим единичку, да, сейчас. То есть получаем х минус 2, х плюс 1. х у нас стремится так же. 2 плюс минус 0. Так, теперь смотрим. Смотрите. Двоечка, да, у нас. 2 в кубе это 8. 8 плюс 1, 9. И тут 2. 2 минус 2, 0. Тут 2 плюс 1, 3. То есть мы получаем 9 деленное на 0, умноженное на 2 плюс 1, 3. То есть у нас происходит деление на 0. И еще плюс минус 0. Если мы 2 плюс 0 подставим вот сюда, 2 плюс 0, то получим плюс 0. Если 2 минус 0 подставим, 2 минус 0, то минус 0 получим. То есть если 9 разделить на плюс 0, будет плюс бесконечность. Если 9 разделить на минус 0, будет минус бесконечность. То есть получаем. Смотрите, у нас получилось, что оба односторонних предела дают плюс и минус бесконечность. А если даже хотя бы 1 дает бесконечность, то х равное 2 у нас разрыв второго рода. Теперь давайте исследуем точки х, равные минус 1. Предел запишем. Х кобе плюс 1. А вот это квадратный многочлен. Мы сразу перепишем как х минус 2, х плюс 1. х у нас теперь стремится минус 1 плюс минус 0. Если мы в числителе подставим минус 1, будет минус 1 в кубе. То есть минус 1 плюс 1 даст 0. Сюда, если минус 1 поставим, будет минус 3, а здесь тоже даст 0. У нас, смотрите, получается неопределенность. Нопределенность 0 делить на 0. То есть мы должны уже решать этот предел. Это как раз мы научились решать на предыдущем уроке. Как мы можем записать куб суммы а в кубе плюс b в кубе? Это а плюс b. А в квадрате минус ab плюс b в квадрате. Помните, мы с вами делали на прошлом занятии. Например, допустим, если я возьму а в пятой. А в пятой плюс b в пятой. Я могу записать как это а плюс b. И теперь у а уменьшается, а у b увеличивается. И теперь, раз тут плюс у нас, знак будет чередоваться. Был а в пятой, на 1 уменьшаем, а в четвертой. Знак чередуется. Минус а уже будет в кубе b плюс а в квадрате. b начинает увеличиваться, а уменьшаться. Знак чередуется. Минус а, b в кубе. И тут плюс b в четвертой. То есть нужно запомнить. Теперь, x в кубе плюс 1, да, мы должны расписать. x в кубе плюс 1. Вместо а сейчас x, вместо b сейчас единичка. Единичка как будто бы тоже в кубе. То есть мы записываем это как x плюс 1. x в квадрате минус x умноженный на 1 плюс 1 в квадрате. Предел записываем. x в кубе плюс 1 это x плюс 1. x в квадрате минус x на 1. То есть минус x плюс 1 в квадрате или просто 1. деленное на x минус 2, x плюс 1. x стремится 1, ой, минус 1 плюс минус 0. x минус 1 тут сократилось и тут. Давайте подставим минус 1. Минус 1 в квадрате. Минус 1 на минус 1 даст 1. Минус 1. Да тут еще и минус есть. Минус на минус даст плюс 1. И еще плюс 1 остается. Тут минус 1 и минус 2. То есть будет минус 3. То есть 3 делим на минус 3 даст нам минус 1. Что мы получаем в таком случае? Точки x равны минус 1. Мы имеем точку устранимого разрыва. То есть точки равны минус 1 мы имеем конкретное значение. Минус 1. То есть в область определения минус 1 тоже у нас не будет попадать. Потому что точка устранимого разрыва это когда 2. Когда в односторонних пределах не равен. Односторонние пределы между собой равны. А в точке x равна минус 1. В самой точке. Не в односторонних, а в самой. Не равно уже этим односторонним пределам. Поэтому мы записываем. x равна минус 1 точку устранимого разрыва. Вот такие тоже примерчики у нас встречаются. Так. Давайте перейдем к следующему примеру. Так. Сейчас давайте я это все сотру. Следующий значит пример у нас. Четвертый. f от x равняется 3x плюс 1x меньше нуля. 1 плюс 1 минус 4x больше нуля. и e в квадрате 3x равна 0. Сейчас встречаются такие примеры. Также следует на непрерывность. Давайте значит. Предел f от x при x стремяемся 0 минус 0. При 0 минус 0 у нас предел 3x плюс 1. x стремяемся 0 минус 0. То есть будет 0 плюс 1. То есть единичка. Теперь значит предел. f от x при x стремяемся 0 плюс 0. То есть это будет у нас предел 1 минус 4x. При x стремяемся 0 плюс 0. То есть 1 минус 0 даст тоже 1. То есть односторонние пределы у нас равны между собой. Но в самой точке x стремящемся к 0 даст. У нас предел равен e в квадрате. То есть что мы получили? Мы получили, что f от x 0 минус 0 равняется f от x 0 плюс 0. Но не равняется в самой точке x 0. То есть получаем, что в точке x равная 0 мы имеем точку устранимого разрыва. или, а нет, ну без и, все полностью следовали тут. Давайте начертим график, посмотрим, что это будет такое у нас. Так, у нас значит слева прямая, да, возрастающая плюс 3x. То есть как-то вот так она условно возрастает. Это у нас 1. Тут у нас убывает, да? То есть как-то, допустим, вот так убывает. И в самой точке тут мы должны выковыть. Потому что тут строго, тут строго. А в самой точке x равная 0 у нас e в квадрате. Число е примерно равняется 2,7. Если мы округлим до 3, то 3 в квадрате будет 9. Ну то есть это намного выше будет 9. Если вот это 1, то 9 где-то так. Но мы тут масштаб особо не соблюдаем. Мы же схематически рисуем. Вот, получили. Теперь точку устранимого разрыва. И вот еще такой пример бывает. Не прям так часто, но встречается. Например, f от x. Модуль x плюс 1. Деленый на x плюс 1 минус 5. С модулями просите, типа исследуйте на непрерывности. У нас, во-первых, деление на 0. Точки x равные минус 1. Вот мы должны исследовать. Во-первых, у нас еще тут модуль есть. А модуль как у нас раскрывается? Допустим, модуль числа a. У нас модуль числа раскрывается как просто a, если у нас a больше ли равен 0. И минус a. То есть модуль дает минус a, если a меньше 0. Запомните, как раскрывается. Если больше 0, то плюс a. Если меньше 0, то минус a. Так, для чего это нам скоро понадобится? Давайте найдем односторонние пределы в точке x равной минус 1. Значит, предел пишем. Модуль x плюс 1 на x плюс 1 минус 5. При x стремящемся, давайте, минус 1 минус 0. Минус 1 минус 0. Так, у нас, смотрите. Вот этот модуль x плюс 1 раскрывается как? x плюс 1, да? Если x плюс 1 больше или равен 0. Или x больше или равен минус 1. И минус x плюс 1. Если x плюс 1 меньше 0. То есть x меньше минус 1. У нас минус 1 минус 0. То есть мы раскрываем в этом случае наш модуль. То есть получаем предел. Тут вместо модуля мы уже записываем минус модуль x плюс 1. Минус просто в скобочку, уже не модуль. x плюс 1. Двеленное на x плюс 1 минус 5. x у нас стремится минус 1 минус 0. x плюс 1 и x плюс 1 у нас сократились. Получаем тут остается минус 1, да еще минус 5. Или это будет минус 6. Угу. Так, давайте теперь односторонний предел найдем справа. То есть минус 1 плюс 0. Модуль x плюс 1 делить на x плюс 1 минус 5. Значит, предел при x стремящемся минус 1 плюс 0. Так, минус 1 плюс 0. То есть это уже вот этот случай, да? Плюс 0, то есть как бы плюс 0 там еще что-то. И раскрывается модуль у нас без минусу, да? Уже просто x плюс 1. То есть пишем x плюс 1 деленное на x плюс 1 минус 5. x плюс 1 до x плюс 1 у нас сократились. И тут будет 1 минус 5 и минус 4. Смотрите, слева x минус 1 минус 0 мы получили минус 6. А справа минус 1 плюс 0 мы получили минус 4. То есть наши односторонние пределы, конечные числа, но не равны между собой. Значит, мы имеем точку разрыва первого рода. Так и записываем. x равное минус 1 разрыв первого рода. Давайте начертим график. Посмотрим, что будет. Значит. Так. У нас, значит, минус 1, да? Где-то здесь. Минус 1 а минус 0 дает минус 6. Пусть будет где-то здесь минус 6. Вот так, да? Дает нам минус 6. Это у нас при x меньше минус 1, да? То есть мы получаем вот такую параллельную оси о x прямую. Так. Тут у нас выкалывается все. Значит, а плюс 0 или при x больше минус 1, да? У нас минус 4. Минус 4 будет где-то здесь. То есть это вот такая прямая. То есть вот это как раз наш скачок, да? Мы еще тут скачок не нашли. Скачок равен чему у нас? Ну, видно же, что 2, да? Минус 4 и минус 6. То есть различаются между собой на 2. Минус 4 отнимем минус 6. Минус на минус даст плюс 6, минус 4 даст 2. Ну, то есть как раз наш скачок равен 2. Вот. Вот мы сейчас с вами разобрали как раз все основные задания, которые дают на непрерывность пункции. Даже с запасом, мне кажется. Обычно вот подобные задания. Обычно дают на непрерывную пункцию как задание номер 1. То есть крайние точки там и построить край. То есть на понимание. Так, все. Спасибо всем за просмотр. На этом раздел про пределы закончен у нас. Если вы его полностью изучили, то теперь вам пределы абсолютно не снажны. Выполняйте домашние задания. Если ответы сходятся, то все замечательно. Если ответы не сходятся, то задавайте вопросы. Все. Спасибо всем за внимание. И до скорых встреч. Продолжение следует...